всем привет вот ребята уже в очередной раз просят разобрать отдельное уменьшение куч в общем сегодня мы разберем вот эти две задачи как они решаются задачки с уменьшением куч то есть игры где кучка мне но только петя и ваня уменьшают количество куч они увеличивают как видите я искал по сайту с помощью control f и в поиске бивал делится а другую задачу нашел вбив в поиске убрать вот уменьшение куч то есть количество камней делится на 2 на 3 там или убирается что-то если вы хотите решать задачу руками то она решается стандартно как обычно так же как увеличение только у вас ходы будут не на увеличение на уменьшение но как бы вы все равно абсолютно также думаете из какой позиции можно добраться до выигрышных там и так далее а вот что касается решения прогой там нужно дополнительную аккуратность проявить я так понимаю основной интерес у всех как это решать программой дисклеймер решать я это буду используя метод вадимки то есть функцию которая там соответственно с помощью лру кэш кэширует какие-то последние значения и при этом у нас такое чередование any all any all типа выигрышная позиция проигрышная позиция выигрышная за два хода проигрышная за два хода будем использовать этот механизм не я его придумал но я его даю поэтому давайте приступаем значит смотрите давайте прочитаем задачу для начала те кто вообще не умеют решать никакие там теорию игр вообще ничего чекайте тоже по ссылочке в описании вебчик на котором объясняется как решать теорию игр руками потом excel им и потом собственно переходим на прогу и сейчас мы разбираем именно неприятный сложный случай на уменьшение кучек камней значит играю следующую игру перед игроками лежит одна куча камней игроки ходят по очереди первый ход делает петя за один ход игрок может убрать из кучи половину камней если количество камней в куче делится на 2 иначе убрать два камня окей либо поделить на 2 либо минус 2 убрать из кучи две трети камней если количество камней в куче делится на 3 что значит убрать две трети если оно делится на 3 значит и делишь на 3 две трети выкидываешь одну треть оставляешь Ну, то есть, на самом деле, это просто завуалированная фраза «делить на 3, если делится на 3». Короче, пункт А – делить на 2, если делится на 2. Пункт Б – делить на 3, если делится на 3. А если не делится на 2 или на 3, то надо, соответственно, минус 2 делать или минус 3. То есть, у вас один из двух вариантов того, что вы можете делать. Пусть у вас в куче 10 камней, тогда можно убрать половину или только 3 камня. Типа, убрать половину, потому что оно четное, делится на 2. Либо вычесть 3 камня, потому что оно не делится на 3, поэтому минус 3. Если в куче 12 камней, то можно поделить на 2 или разделить на 3, а вот минус 2 или минус 3 делать нельзя, потому что если у вас число делится на 2, вы обязаны в качестве одного из вариантов делить его на 2. Короче, у вас в любом случае будет 2 возможных варианта развития событий. Единственное, что мне не нравится в формулировке этой задачи, это то, что не сказано, что делать, если в куче ровно 2 камня. Когда в куче ровно 2 камня, в чем проблема? Число четное, так что можно разделить на 2, гипотетически можно сделать из этого 1 камень, но число не делится на 3. Таким образом, из этой кучи надо убирать 3 камня, получится минус 1. Но мне не нравится идея отрицательного количества камней перед игроками, это как-то никакой физической модели вообще не поддается, поэтому для 2 камней я сделаю вид, что здесь есть отдельное условие, что если в куче меньше 3 камней, то убирать 3 камня нельзя. И то же самое, если в куче меньше 2 камней, то убирать 2 камня нельзя. Но мы с этим не столкнемся, потому что 1 камень это уже конец игры. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть получивший в кучу, в которой будет ровно 1 камень. Игра заканчивается, когда 1 камень. В начальный момент в куче S камней S от 1 до 37, но нас в принципе не волнует ограничение сверху, 37, без разницы. Может быть и больше. Ответьте на следующие вопросы. Найдите максимальное значение S, при котором Ваня может выиграть первым ходом после неудачного хода Пети. Ответьте минимальное и максимальное значение S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия. То есть позиция типа win2, где Петя выигрывает за 2 хода, стартуя из этой кучи. А здесь найдите минимальное значение S, при котором одновременно выполняются 2 условия. Ваня выигрывает за 1 или 2 хода, но не выигрывает за 1. Соответственно, классическая задача на позицию типа lose2. Ну, то же самое, как с прибавлениями, да, только с вычитанием. Как мы это будем делать? Ну, собственно, давайте писать алгоритм. Подключил кэш. Определяем функцию moves, которая на вход получает h. h это что? Это кучка камней. Она может быть четная, может быть нечетная. Но давайте сразу скажем, что если h равно 2, тогда только один ход возможен. Возможен ход только в единичку. Я передаю массив, содержащий только единичку. Изначально массив возможных ходов, ans от слова answer, ответ. Ну, или давай ходы по-русски назовем, да. Мы же из Англии, поэтому ходы по-английски. Ходы равно пустой массив сначала. Если h равно 2, то сразу возвращаем массив с единичкой. Если h равно 1, то return пустой массив ходов больше нет. Но нам такое не понадобится. Мы никогда не будем вызывать moves от единички. Дальше. Если h делится на 2, тогда в ходы предлагается дописать следующий вариант h пополам. А если h не делится на 2, тогда в ходы предлагается дописать вариант h-2. Дальше. Если h делится на 3, тогда в ходы предлагается дописать h, деленное на 3. Иначе предлагается в ходы дописать h-3. Таким образом, в итоге у меня есть код, который в переменную ходы запихнул либо деление на 2, либо вычитание двойки, в зависимости от делимости h на 2 А также запихнул туда либо деление h на 3, либо вычитание тройки, в зависимости от делимости h на 3 Return ходы Давайте посмотрим, как выглядит функция moves, например, от числа 12 6, 4, а от числа 10, 5, 7, то есть деление на 2 или вычитание тройки, ровно то, что указано в задаче Ну а теперь мы пишем абсолютно стандартный алгоритм Если количество камней в куче равно единичке, то это конец игры Если какой-нибудь ход ведет в конец игры 4x in moves h среди всех возможных ходов Return win 1, это позиция, из которой можно выиграть за один ход Дальше мы решаем 19-ю задачу, если какой-нибудь неудачный петин ход приводит в позицию win 1 и Ваня после этого может выиграть за один ход Тогда неуд выведем Дальше, как мы будем запускать этот алгоритм? Ну очень просто, мы запустим цикл от 1 до 37, ну давай до 40 сделаем, без разницы И print i f at i Так, у нас win 1, это все позиции со второй по четвертую А позиции, из которых Петя гипотетически может сделать неудачный ход с пятой по девятую Давай проверим на глупость Пятерка не делится на 2 на 3, поэтому можно сделать минус 2 и минус 3 Ну да, любой из этих ходов дотягивается до win 1 А как с девятки сделать неудачный ход? Оно не делится на 2, нет, так что минус 2 это семерка, неинтересно Но оно делится на 3, можно разделить его на 3 и попасть в win 1 Короче, если дали 9 камней, Петя сделал неудачный ход деления на 3 После чего Ваня выиграл своим первым ходом Давай еще раз задачку прочитаем, что от нас требуется Найдите максимальный значение, при котором Ваня может выиграть своим первым ходом После неудачного хода Пети, который мог выиграть своим первым ходом Упс, вот это-то условие мы не дочитали Решали как обычную девятнадцатую, а оказалось, что не так Соответственно, нам нужно не просто вот эти неудачные ходы искать Перестань просто зубрить код, перестань просто переписывать Давай просто найдем все винодины Откуда Петя вообще может выиграть за один ход? 2, 3, 4 Может ли Петя из какого-то из этих значений сделать неудачный ход? Короче, это три значения, из которых Петя может выиграть за один ход А нам надо найти значение, из которого Петя может выиграть за один ход Но не выигрывает, делает неудачный ход и проигрывает Четверка самая большая из этих трех Давай попробуем четверку Чисто просто логикой Берем Петю с четверкой Есть вариант сделать неудачный ход Можно, конечно, сделать минус 3, потому что оно не делится на 3 Но оно делится на 2, можно поделить на 2 И тогда Ваня выиграет Следующим ходом Получается, да, из четверки можно выиграть за один ход А можно тупануть, и тогда ты проиграешь За один ход Значит, ответ на девятнадцатую задачу Это 4 Давай запишем его в ответы На девятнадцатую задачу ответ 4 На двадцатую задачу Минимальный и максимальный значение С При которых у Петя есть выигрышная стратегия для вин 2 Но мы просто запускаем Наш стандартный алгоритм Если Я просто буду копировать и редактировать Если all f от x равно вин 1 Тогда return lose 1 Нажимаю ctrl alt l Чтобы все стало красивенько И теперь вот этот весь блок копирую для решения Сразу двадцатый и двадцать первый Если какой-нибудь ход дает луз 1 То я получаю позицию типа вин 2 Если все ходы равны вин 1 или Вин 2 То я получаю луз 2 Все готово Запускаем и наблюдаем полное решение Значит, для двадцатой задачи Наименьшее и наибольшее значение Которое имеет тип вин 2 Это, соответственно, 7 И Ну, видимо, не так далеко Видимо, видимо, видимо вот 18 7 и 18 Соответственно, вот это мы получили В качестве ответа На двадцатую задачу Нам надо их подряд В порядке возрастания 7, 18 Вопрос 3 Минимальное значение S Которое луз 2 Открываем нашу программу Минимальное значение Которое луз 2 Самое маленькое Выше всего будет написано Вот Девяточка Ответ 9, соответственно Конец Ничего необычного Проблема только с Двойкой Из которой в условии задачи Нехорошо описано Как ходить Ну, значит, надо ее отдельно заифить Ну, и еще одна проблема Это в функции moves Два хода Расписать Которые по странному себя ведут То есть функция if Еще один if Обычно мы просто в функции moves Пишем return И сразу перечисляем в кортеже Список возможных ходов Ну, здесь не так Здесь надо составить массив Постепенно Возможных ходов После чего Притернуть его И все Задача полностью решена Поехали дальше Решим следующую Следующая задача Два игрока Петя и Ваня Играют в следующую игру Перед игроками Лежит две кучи камней Игроки ходят по очереди Первый ход делает Петя Все то же самое За один игрок Можно убрать один камень Или уменьшить количество В два раза Если количество камней нечетно То остается на один меньше Чем убирается Следовательно Это классическое деление На два Четное число делится на два Как обычно А если нечетное число Разделить на два С помощью целочисленного деления Например, семь пополам Это три То есть осталось три А убрали четыре Деление пополам Уменьшение в два раза Ну, то есть целочисленное Деление на два Описано в задаче Игра завершается в тот момент Когда общее количество камней В двух кучах Становится не более восемнадцати Сумма должна быть Не больше восемнадцати Тогда это конец игры То есть мы уже знаем Условия для конца игры Получается, да И знаем возможные ходы В принципе, уже почти готовый алгоритм писать Изначально в первой куче К Во второй С Их сумма Больше либо равна Девятнадцати С и К Оба Натуральные числа Ответьте на следующие вопросы Известно, что изначальной позиции М-М Ваня выигрывает При любой игре Пети То есть нам нужно найти Позицию типа Луз-1 В которой М и М Одинаковые, правильно? Куда бы Петя ни сходил Ваня выиграл Второй вопрос При К равном 13 Нам надо найти позицию 13С Чтобы у Пети Была выигрышная стратегия За два хода Соответственно, это Вин-2 позиции Вида 13С Наконец, третий вопрос При К Минимальном значении Для начальной пары Н-Н Выполняются два значения Короче, надо найти Минимальное Н Такое, что позиция Будет иметь тип Луз-2 Ну, поехали писать Получается Тут есть некоторые сложности С которыми мы чуть-чуть Позже столкнемся Функция Moves Изначально у нас есть Какое-то количество камней В двух кучах Поэтому распаковываем Кортеж А Это первая куча Б Это вторая куча Что дальше надо сделать? Ну, все варианты С уменьшением Правда? Казалось бы Вроде бы просто Пишешь вот так вот Ретерн А-1 Б А Б-1 А пополам Б И, соответственно А, Б пополам Но проблема в том Что такое можно делать Короче, только если У тебя все адекватно То есть Вычитать единицу Можно только из чисел Которые хотя бы единица Делить пополам Можно только числа Которые тоже хотя бы единица То есть, если А больше или равно единицы And Б больше или равно единицы Тогда вот это все Можно делать Проблема в том Что если А равно нулю Или Б равно нулю Получается какая-то Полная чепуха Еще и проблема в том Что если мы берем единицу То вычитание единицы Дает ноль А деление пополам Тоже дает ноль Но в принципе Нас это не пугает Пусть будет просто Два разных способа Получить ноль Правда? Дальше Если А равно нулю И Б тоже равно нулю То на самом деле Есть предположение Что такая позиция Не будет вызываться В принципе Но давай в крайнем случае Вернем просто пустой массив Вместо пустого кортежа Вернем пустой массив Без разницы У нас там все равно В алгоритме происходит Перебор с помощью генератора Можно перебирать Как кортежи Так и массивы А вот если А равно нулю Получается Б уже не равно нулю Иначе мы бы вылетели В восьмой-девятой строке Правильно? Значит с Б Можно делать все действия Какие действия с Б Можно делать? Вот это первое действие Вычитание единички А вот это второе действие Деление пополам Соответственно А если Б равно нулю То аналогичное действие Надо делать с А То есть вычитание единички А также деление пополам Вот мы столкнулись С первой проблемой Это при вычитании Нам надо аккуратненько В нашей функции Мувс учитывать Может быть у нас Один из аргументов равен нулю И тогда с ним нельзя ничего делать Мы в отрицательную сторону уйдем Это очень плохо и все такое Нам надо Чтобы обязательно При наших ходах Кучки менялись То есть если Б будет равно нулю Вычитать единицу нельзя Это мы в отрицательное число уйдем А если мы делим на 2 То получается Что кучка не меняется Была 0 Осталось 0 0 пополам Это 0 И тогда мы будем уходить В бесконечную рекурсию Потому что наша функция f от h Вызывает f от x И если у нас Ход какой-то Не поменял значение То x просто будет совпадать с h И функция опять Вызывает сама себя С таким же аргументом Если она хотя бы В каком-то месте В такой цикл зайдет Все Добро пожаловать В бесконечную рекурсию Которая переполняет Размер рекурсивного стека И вылетает соответственно Недовыполнив работу Давай дальше Мы написали функцию moves У нас написана Стандартная функция f от h Только тут надо переписать Концевое условие Сам h Должно не превосходить 18 Тогда end Ну и давай Попробуем запустить У нас Типа это не i будет пусть А m У нас кучка Типа m В 19-й задач И мы должны были там найти Для какого там Неудачного хода Нет там Луз 1 надо было найти Правильно? Все Супер Формируем кучку так m, m Выписываем соответственно Кучку И f от h Смотрим Для разных кучек У нас разные значения Вот эти все значения Концевые Поэтому функция moves Даже не вызывается 10-10 это Вин 1 Вин 1 Вин 1 13-13 Луз 1 В общем-то Не столкнулись С проблемами Никакой бесконечной Рекурсии Дай бог и дальше Так пойдет Для всех остальных Задач 13-13 Получается Да Это ответ на задачу Соответственно m равно 13 Мы решили Задачу Номер 19 Отсюда Теперь идем дальше 20-я задача Нам надо формировать Кучку 13s И искать позиции Типа вин 2 Давай сформируем Кучку 13s А s будем перебирать С помощью цикла Ну и пусть он тоже будет От 1 до 40 В принципе нам без разницы Оно должно быть Хотя бы единичкой Обратите внимание 0 здесь очень плохо делать У вас s от единички идет Правильно? Соответственно поехали 13s Name s is not defined А я написал y Потому что Окей 13s Вот у нас все варианты Несколько концевых позиций На них функция moves Даже не пытается запуститься Потому что там сразу end А 13.6 Дает нам вин 1 Вин 1 Вин 1 Вин 1 И так далее А нам надо вин 2 найти Вот я нашел 13.14 И 13.26 И 13.27 13.26 13.27 И 13.14 Нам надо минимальное И максимальное было Соответственно это 14 И 27 Записать их в порядке возрастания 14.27 Ответ на задачу И наконец вопрос номер 3 При каком минимальном Значении n Для начальной пары Одновременно Выполняются два условия Loose 2 Короче надо найти При каком минимальном Значении n Соответственно формируем Кучку nn Давай тоже Называть прям в цикле For n In range 1 до 40 Кучку формируем nn И смотрим как выглядит Позиция и результат Действия нашей программы На этой позиции Loose 2 Это 14.14 Минимальное значение Видимо 14 20 есть еще побольше Короче минимальное 14 Максимальное 20 У нас задача просит Минимальное Мы вписываем 14 Все Задача на уменьшение Короче ничем не сложнее Чем задача на увеличение Функцию moves Немножко труднее прописывать Но ты же как бы не зря Учился программированию Там всякие If Надо написать Немножко подумать Что именно тебе выводить Главное помнить саму логику Построения этой программы Функция moves Это все возможные позиции В которые ты можешь попасть Из текущей Ну тебе дали позицию Теперь напиши Как можно из нее куда-то попасть Все варианты просто распиши А так это не очень сложная задача Залетай на наш интенсив По питончику Залетай на наш курс По подготовке к ЕГЭ по информатике Там кстати есть вебинары Где разбираются особенно Мутные и неприятные случаи Например Случаи Когда там Надо Не повторять Предыдущие ходы Или что-нибудь Типа Дано Какое-нибудь Множество ходов И короче Можно ходить Только ходами Из этого множества А повторять их Вообще нельзя Никогда То есть не то что Нельзя повторять Предыдущий ход А нельзя повторять Никакой из предыдущих Или Нельзя повторять Ход Который только что Сделал твой соперник Или нельзя повторять Свой предыдущий Это все как бы разные задачи Решаются с помощью одной и той же идеи И она у нас кстати разобрана А вообще Посмотри остальные видосы на канале Прожми лайк классному видосту Подпишись Колокольчик Уведомления туда-сюда И увидимся с тобой на следующем видосе Пока-пока